Уважаемые подписчики и зрители канала! Первые две недели сентября недельные прогнозы выходить не будут. Увидимся с вами в середине сентября. Желаю удачи. Кстати, расклады на сентябрь месяц будут опубликованы вовремя. Здравствуйте, водолей! Это недельный расклад для вас. Неделя с 24 по 30 августа. Совет карт. Что советую? Туз Пентакли. Туз Пентакли – это начало нового предприятия, именно, как правило, реально выгодного. Не только по финансам, но вообще выгодного в принципе. То есть это не что-то какие-то, как раз от чего предупреждают карты, антисовет. Ничего там, не фантазирование и строение разных планов нереальных. Когда мы плаваем по всем вот этим, фантазия летит, но конкретного ничего нет. Туз Пентакли – это все-таки нечто конкретное, реальное. И мы берем это семечко, сажаем и начинаем его взращивать. Какой-то проект, какое-то дело. Возможно, у вас будет возможность устроиться на работу для тех, кто в этом заинтересован. Потому что карта ШУТ в работе в финансах. ШУТ – это новичок на рабочем месте. То есть это вплоть до того, что можно захотеть куда-то устроиться, пойти и на дурака повезет. Как говорят, новичкам везет. Так что антисовет – не строить в каких-то нереальных планах, не фантазировать, не распаляться в том числе, а взяться за что-то конкретное и начать это развивать. Дом-семья. Король кубков. Король кубков – это все-таки в большей степени эта фигура мужчины будет на этой неделе в отношениях важна. Дома именно в отношениях. То есть это может быть отец, дедушка, папа, супруг, человек, с которым вы живете. Потому что король кубков – это, как правило, заботливый человек, который всячески, ну как сказать, он мягкий и понимает мелкие какие-то недостатки своих близких, пытается их поддержать словом, советом. Поэтому, в общем, но все равно в основном фигура мужчины дома будет на этой неделе важна. Но как единственное, что минус, как все кубки, любые кубки, да, им свойственны вот эти приливы-отливы, то есть перемены настроения, да, эмоционального состояния. Любовь-отношения. Рыцарь-мечей. Ну, рыцарь-мечей – это, конечно, можем быть и мы, масть воздуха, достаточно резкие, желающие что-то прояснить, и своим вот этим стремлением к ясности, к тому, чтобы, как говорится, что-то выговорить и так далее, можем больно ранить. Или, к сожалению, это может быть и в наш адрес. То есть рыцарь-мечей, он достаточно острый, стремительный, ну и мягкостью какой-то не отличается. То есть надо, конечно, нам стараться следить за своими словами. Ну и в случае возникновения напряженной какой-нибудь обстановки, все-таки учитывать, что лучше иметь в виду, что партнер тоже может быть этим рыцарем-мечей, который нас больно своим словом ранит. Работа финансы. Карта шута. То есть, естественно, это может быть, если вы все-таки, вам удастся, и вы воспользуетесь этим советом и устроитесь на работу, то шут, конечно же, как новичок. Потому что на новом месте мы все своего рода как дураки. Пока разберемся, что там происходит, там своя система, свой уклад, и мы туда вливаемся. По поводу финансов. И еще вообще шут – это, может быть, начало чего-то нового, достаточно смелого и, может быть, даже рискового. Причем до такой степени, что окружающие могут посмотреть на нас, как на вот этого дурака. Как сказать, дурак или дура. Ну, надо, конечно, с риском быть осторожными, потому что, как предостережение по этой карте, хорошо, конечно, верить в свои силы, хорошо быть отважным, но степень риска надо контролировать. То же самое и касается денег. Шут – это не наделать глупостей, быть внимательными и как бы стараться все-таки быть более такими приземленными, как этот туз Пентакли, основательный, который приносит пользу, выгоду, то есть излишний риск, к нему надо относиться все-таки внимательно. Так что, дорогие водолеи, я желаю прекрасной недели, удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»!